Система мониторинга движения лекарственных препаратов В администрации округа прошла встреча с представителями фармацевтического сообщества Им рассказали о порядке и правилах перехода на новую систему Основные из них – обязательно наличие квалифицированной электронной подписи И личного кабинета у организации участника Регистрация в системе мониторинга всех операций с лекарствами И авторизация в ней не позднее 1 ноября В противном случае нарушителям выставят штраф А за неоднократные нарушения лишат лицензии В случае выявления вброса, в случае разрыва поставки лекарственного цепи В случае выявления на каком-то кассе препарата, не имеющего производителя Сразу эта информация приходит к нам и автоматически мы формируем по каждому такому случаю проверку С 1 января каждый препарат получит маркировку и так называемый QR-код Благодаря этому ни один контрафактный товар не уйдет от внимания надзорных органов А также и самих потребителей Через свои телефоны каждый из нас, придя в аптеку с помощью специального приложения Сможет распознать, какой товар ему продали – поддельный или настоящий Есть сайт crpt.rf, где расписан весь порядок пользования подобной программой И очень важно, что и мы, надзорный орган, и аптечная организация Сможем видеть в реальном времени движение лекарственных средств Таким образом пресекать возможные преступления и нарушения в сфере оборота лекарственных препаратов Система мониторинга позволит отслеживать оборот лекарств от производителя до конечного потребителя И пресечь распространение в нашей стране недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Денцова»